Задача разных ведомств – напоминать ребятам о безопасности, в особенности на улицах. Различные способы обсудили на заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних. Специалисты полиции на транспорте уже сейчас начинают профилактическую работу со студентами сельской местности, которые учатся вблизи железнодорожных переездов, а также с учениками школ, которые иногда нарушают правила при переходе через пути. Надо провести большую работу с родителями. Начальные классы детей все-таки хотя бы сентябрь надо за руку поводить в школу, идти и объяснять вслух. Мы идем здесь, потому что здесь переход. Мы идем здесь, потому что здесь светофор, здесь ходит поезд. Здесь мы идем по мосту, здесь мы идем по настилу. Глава Самары Лена Лапушкина отметила, что работу по профилактике правонарушений в подростковой среде необходимо выстраивать не только с детьми, но и с родителями, чтобы они понимали, когда ребенку нужна помощь, чтобы не доводить ситуацию до трагического конца. А также подчеркнула необходимость поиска новых подходов к работе с подрастающим поколением. Участники межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних признают, некоторые методы уже устарели и заставлять детей чем-то заниматься неэффективно. Эксперты обсудили, какие форматы общения стоит использовать, чтобы дети чувствовали себя комфортно, росли в доверительной обстановке и знали, куда обратиться за помощью. У нас время изменилось. У нас изменилось время, у нас появились другие интересы, у нас появились другие цели. И дети, мне кажется, уже внутренне поменялись. Подростковая преступность идет на спад. По сравнению с прошлым годом, дети стали нарушать закон в два раза реже. На треть снизилось количество грабежей и краж. Число тяжких преступлений упало более чем на 80%. Глава сама Арелена Лапушкина отметила, что успешную профилактическую работу в этом направлении необходимо продолжать и дальше. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!